Кто круче, чемпион UFC или вся Blackstar Mafia? Какие рэперы не могут сделать солд-аут без политики? Почему мы можем никогда не услышать альбом от Хаски? Кого на Версусе можно похвалить, а кого не стоит? А также туча, море, океан новинок от ваших любимых рэперов. Быстрее заходите смотреть новый выпуск Рэп Ньюз, а я все еще его ведущий Игорь Еремин. Ну что ж, поехали! Я смотрю в окно и вижу серым полотном, мне красок не придаст яркий цвет от занавески. Там люди друг за другом тянутся за леской, их ведут тела, мотая их туда-сюда, но повод нужен веский. Чтобы искали и сойти, зубы скалят позади, видно сизифов камень. Нас натик мы строим вверх руками, жест, но он нас не простит. Уж нету человеческого стука характерного в груди. Ну что? Итак, здравствуйте, вы маленький любитель экстремизма. Хотите? Немного политики. Да, и мы тоже не очень. Однако, инфоповодов достаточно. С 20 по 22 сентября каждый день в спорткомплексе Олимпийский будут проходить концерты под названием «Зачем молчать, когда есть голос?». Причем каждый из жителей города Москвы может попасть на него абсолютно бесплатно. Единственным условием получения билета является... Ну, как вы думаете, что? Правильно. Проголосовать на выборах. Мэро Москвы! СТ, Жак, Мот и еще куча других исполнителей. Теперь эти исполнители, участвующие в подобном, скорее всего, понесут серьезный репутационный ущерб. По крайней мере, работу СТ фаната уж точно не оценили. Параллельно с этим проходили нападки на Гнойного. Многие СМИ, в частности, Би-Би-Си, как первоисточник, выставили как факт слова менеджера Славы, Станислава Смольянинова, о том, что администрация президента якобы заплатила 2 миллиона рублей за Дисна Николая Соболева. Владимир Путин, мне все на руку. Губастый фраер, шлифуй за лупу, ты фейк. Все твои слова фальшивка, разносишь инфу, как чумная крыса. При этом Соболев в той же статье также указан как человек, якобы берущий деньги от администрации. Слава же ответил на нападки 20-минутным видео, которое от баттла по фактам постепенно переходит в постироничную постиронию об Иллюминате. Любую хуйню вкидывают в интернет, и все СМИ начинают сразу же это постить, абсолютно, абсолютно не проверяя информацию. Я Станислав Смольянинов, и я подтверждаю, что Би-Би-Си долбоебы. Однако у другой стороны конфликта тоже кое-что было. У меня тоже есть птички. Ты че, упоротый? И в отличие от твоих... Ты че, упоротый? Олеся Герасименко, журналистка Би-Би-Си, что также брала недавно видеоинтервью у Фейса, опубликовала скриншот переписки, в которой подтверждается опубликованная в СМИ информация. На сей ход Гнойный пока никак не отреагировал. А что думаете вы, брал он деньги или не брал? Понял мне этот мир не сказка, если Слава Гнойный Кремлю продался, еее. В сети разгорелся конфликт, который начался из-за планировавшегося в Дагестане концерта Егора Крида. Артисту начали поступать угрозы в соцсетях, от сорванного концерта до расправы. После чего выступление решили отменить, а расстроенный Крид чуть не удалил свой инстаграм. Внезапно масло в огонь подлил боец UFC Хабиб Нурмагомедов, который прокомментировал сорванный из-за угроз концерт как «невелика потеря». Видимо, это особенно задело резидентов лейбла. Тимати записал трехминутное видео обращения к Хабибу, в котором был максимально милым и корректным. Но правильный, не Киркоров же. Я понимаю, что тебе многие песни не близки и не нравятся, и как бы надо уважать чужое мнение. Но как-то вот, наверное, поддерживать волну того, что артисты не должны приезжать, потому что это не нравится лично тебе, наверное, немножко неправильно. Крид написал примерно то же самое, но и еще более мило. Однако Хабиб остался при своем, из-за чего в нем разочаровался Тимати. Хосни. Сможет ли лейбл «Блэк Стар» приезжать на места без угроз расправы? Или же под влиянием авторитета Хабиба двери туда закроются окончательно? Покажет время. Кажется, Хаски решил пойти по примеру Гоголя и сжег, а точнее удалил на финальной стадии свой запланированный альбом «Евангелие от собаки». Не до конца понятно, является ли это вышедшим из-под контроля пранком, или же артист приготовил нам что-то другое. Ну, или же Хаски действительно остался настолько недовольным получившимся материалом, что отправил его прямиком в корзину. Судя по всему, последнее. Опять же, посредством Инстаграма Хаски дал понять, что в процессе работы над альбомом в голове исполнителя поменялся весь концепт. Желание сделать как можно лучше, а также справиться с ответственностью в виде повышенного внимания и списали почти законченный релиз. А ведь это в преддверии большого тура и после выхода нескольких шумных работ. Ну что ж, Хаски, какие планы на следующий релиз? А теперь мини-дайджест. Ох, сколько новинок у вас впереди. Нойз представил рисованную видеоработу на сингл «Следы на спине», получивший модную приставку «Неопоп». Звук соответствующий, еще и на украинский манер. Говорит, «Лето продлевает». Макс Корж также «Лето отпускать не планирует», потому выпускает теплый сингл «Пролетарка». Но знаешь, что за то, как кайфово через время позади оглянуться и понять, что ты до сих пор не свернул с пути. Прямо за мечтой проложать не стоит, с выводами тормозить. 25.17. В преддверии своего большого тура «Вспомнить все», в котором они обещают, ну, вспомнить все, представляют новую работу «Вспомнить все», в котором они все вспоминают. В общем, масса отсылок к предыдущему творчеству группы и, наконец-таки, куплет от Анта. Фанатам обязательно к прослушиванию. Лёва Элван поймал воинственный настрой и презентовал нам трек «L.A. Boatour» в честь якутского культурного героя. Как бы там ни было, Лёва косвенно отвечает нападкам Мирона, о несостоявшемся «Версусе», помимо прочего, посмеиваясь над новой школой. Только мы посмотрели, как у Фидука летят хлопья наверх, как он уже готов презентовать нам новую песню, в этот раз на лайте. Не в смысле гавкайте, а на лайте. Лайт. Я в параллельной Москве, всем моим шучкам привет. Мы проводили закат, сейчас встречаем рассвет. Мы в параллельной Москве, ну где же ты, где, где, где? Ну где же ты, 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 ты? Полетели на вир. На лайте, на лайте. Слимы хэштег представили клип на трек под названием «Зенит», который вошел в релиз Слимуса «Место под луной». В релизной колеснице, по стране необъятной, холод глыбы внутри, как за кругом полярным, когда падаешь вниз. Все, конечно, бессильны, а это музыка жизни, хотя я не мессия. А вот Птаха в этот раз под псевдонимом «Зануда» анонсировал новый альбом под названием «Фри Бэйс». Дабы подогреть ожидания фанатов, с релиза был выпущен совместный СКЖ сингл «Кудесник». Несмотря на невзрачное выступление в рамках BBM, «Талибал» не сбавляет обороты. Новый трек с Тони Раутом из «Кушон» является синглом с грядущего EP «Дарк Бой» от Фадди. А еще у ребят впереди совместный тур. И, наконец, последний пункт в нашем дайджесте о том, что в сети появился на этот раз точно последний батл с ивента «Газгольдер». Комплементарный батл между хип-хопом «Одинокой старухи» и «1347». И его можно окрестить не иначе, как что-то не слишком гетеросексуальное. В твоей жопе было так много детских пальцев, что ее называют «Розетка». Чувак. Аж зависть берет. Черт, у тебя даже зависть берет в рот. А на сегодня у нас все. Спасибо за просмотр. Наиболее оперативно прослушивать и отсматривать все новинки вы сможете, если подпишетесь на наш паблик во ВКонтакте. Мы ждем вас тут и. Мы ждем вас там. С вами был Игорь Еремин и проект Рэп Ньюз. До следующих выпусков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok